смотрите я разобщаю черепу челюсти да и этот угол будет что делать увеличиваться смыкаем этот угол снижать соединяет точку а ns . x ай и . pm . x ай мы получаем угол а ns x ip m который отвечает за не высоту нижней трети лица проведя соответствующее измерение этого угла мы понимаем сниженного пациента высота завышенного пациента высота либо она соответствует норм потому что нормы для этого даны измерены и мы сейчас тоже с ними ознакомьтесь я еще раз повторюсь на слайдах я думаю что это будет может быть даже более наглядно итак описание английском языке и в данном случае еще раз вы видите полученный нами угол . ns x ipm угол между ними ns x ipm угол между ними и будет той искомой высотой прикуса которую мы будем определять проводим измерения и сопоставляем с нормы обратить внимание норма соответствует 45 градусам плюс минус 4 то есть 41 градус это все еще норма потому что у нас 45 минус 4 равно 41 градус также и 49 градусов тоже будет нормой потому что у нас 45 до интервал составляет 4 градуса 49 градусов укладывается в норму данные я специально привел по нескольким авторам по нескольким университетам которые проводили соответствующие измерения на своих подопытных группах и мы можем использовать их и в нашей работе давайте померяем посмотрите в наших случаях что получилось высота в первом случае у пациента открытый прикус 59 градусов во втором случае 45 итак второй случай у нас укладывается в рамки нормы 45 плюс минус 4 до то есть это 45 градусов четкая норма но второй угол то 59 45 плюс 449 то есть на целый сантиметр получается что у этого пациента высота прикуса выше ему нужно снижать эту высоту прикус это отдельный вопрос дело в том что кроме того что у нас есть нормы данные нормы эти данные даны для какого нейтрального нормального прикуса а у нас пациента есть с типом роста долихофациальным гипердивергентным то есть у них челюсть куда растет вниз и брахиофациальным когда челюсть растет вперед для долихофациального типа роста характерны высокие углы высокие параметры угла ns x ipm поэтому не всякому пациенту необходимо снижать высоту прикуса если она у него по данным трг большая и не всякому пациенту если у него по данным трг высота снижена нужно сразу ее повышать дело в том что доусон например предлагает такую теорию что если зубы стерлись происходит зубоальвеолярная компенсация до нарастает кость и высота компенсируется это не так но оценка высоты прикуса должна быть проводиться не только с использованием трг я почему начал рассказ об этом рассказывая о том что есть много методик потому что каждый из методик нам позволяет себя перепроверить сопоставление разных данных нам дает возможность понять на правильном пути мы или нет и самым главным будет вашей работе при определении высоты прикуса это восковое моделирование диагностическое на котором вы уже увидите размеры коронок и так далее там положение зубов соотношение челюстей и временное протезирование эти два элемента позволит вам не ошибиться потому что если даже по цифрам вам надо поднять еще высоту прикуса но вы видите что лошадиные зубы коллеги надо остановиться потому что здесь превалирующим будет именно размер зубов он нет он должен быть естественно естественно высота прикуса которая меняется в рамках ротационных движений снижения или повышения не сыграет какой-то ведущей клинической роли в развитии патологии поэтому не бойтесь если вам надо повышать высоту прикуса повышайте если не надо не повышайте опять же здесь бояться не нужно здесь нужно руководствоваться расчетами и вашим диагностическими выкладками и опять же вас очень призываю первым этапом что сделать например да у пациента снижена высота прикуса вы понимаете что вам ее нужно повысить подождите ничего не стачивайте не делать никаких коронок поставьте сплинт в той высоте которую вы хотите сделать как только у пациента все хорошо вы про парой провели пальпацию о которой мы тоже будем рассказывать в наших видео обзорах вы провели опрос вы рассчитали окклюзионный индекс видите что пациенту стало все нормально значит высота которую вы определили адаптируема пациентам тогда вы делаете какой шаг временное протезирование на нем вы опять вы определяете нормально ли себя чувствует ощущает и есть ли объективные данные за то что все у него хорошо если все хорошо тогда следующий шаг это постоянное протезировать почему я об этом все время говорю дело в том что часто врачи приходят рука уборку с зубным техником либо с пациентом на консультации спрашивают они что сделали пациент пришел зубы обточили времянки быстро все красиво хорошо и у пациента развиваются жалобы они не могут открыть сдвинуть там челюсть жевать или еще какие-то проблемы но при этом у нас что уже там 32 единицы радиоксида циркония приклеенный на мир вот здесь отшагнуть вы уже назад не сможете если это у вас проблема проявилась на капе вы просто ее вынимаете и пациент может вернуться туда где было может быть не очень ему хорошо но все-таки не так плохо снять новую реставрацию все это переделать требует гораздо большего времени затрат нервов и так далее и уже опять же вы понимаете что пациент очень напряжен поэтому еще раз вас призываю к диагностике я вам показал очень хороший метод который будет для вас ориентиром который будет для вас рабочим инструментом в планировании вашей тотальной протетики спасибо вам большое за внимание если у вас появились вопросы мы ждем ваших вопросов ваших комментариев ставьте лайки подписывайтесь приглашайте ваших друзей делайте репосты мы будем вам очень за за это благодарна спасибо большое до встречи